Самая большая из вновь построенных в России школ открыта в крутых ключах. Еще одна появилась в Алгаре. Такого в Самаре не было два десятка лет. Регион участвует в федеральной программе и главная задача полностью отказаться от второй смены. Через четыре года это станет возможным для учеников начальных и старших классов, а к 25 году для всех школьников. Две школы сданы, одна школа находится, третья уже в состоянии очень высокой готовности, там требуется порядка 300 миллионов рублей, чтобы завершить ее строительство. И начинать надо уже следующий цикл школ. Нужно решать вопросы на всех уровнях. Выделение земли, проектирование, исполнение начального цикла строительных работ. После сентябрьских выборов совместная работа депутатов различных уровней в Самаре вышла на новый уровень. Народные избранники объединяются, чтобы эффективно решать вопросы своих территорий. Вот это вот взаимодействие с депутатским корпусом, особенно в Государственной Думе, с депутатским корпусом в Губернской Думе одно, естественно, должно быть. В заседании Самарской Губернской Думы было определено, что будут созданы специальные депутатские группы. И вот эти депутатские группы, конечно, будут опираться и основываться на депутатов, которые непосредственно работают с людьми. Именно совместные усилия помогут решить многие вопросы, в том числе и строительство новых школ. И с ростом рождаемости в регионе, который отмечают в последние годы, потребность них будет только расти. В этом году в Самаре школьников стало на 5 тысяч больше, чем в 2015-м. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.